Встречи мэра города Александра Рогачука с жителями областного центра уже успели стать традиционной формой работы. В рамках открытого диалога у городоначальника есть возможность лично рассказать берестейцам о планах и перспективах развития города. А у людей, в свою очередь, шанс получить ответ на наболевший вопрос из первых уст. Предварил большую дискуссию Александр Рогачук экскурсом по большим строительным объектам, запланированным к возведению в рамках тысячелетия Бреста. Сегодня в топ-5 входит Кобринский путепровод, соединяющий восточную часть города с центральной, пропускающей большой транспортный поток. Школа в юго-западном микрорайоне на почти полторы тысячи мест с блоком начальных классов. Станция скорой медицинской помощи, важный социальный объект инфраструктуры. Детский сад на 350 мест, который, к слову, примет своих первых воспитанников уже в сентябре 2018-го. И, конечно же, западный обход – уникальный объект дорожной инфраструктуры. Практически 50% строительных работ уже проведено. На этот год у нас выделено 38 миллионов рублей. 20 миллионов рублей, возможно, надо будет еще добавлять. То есть в этом году западный обход будет вложено порядка 60 миллионов рублей. Конечно же, такие масштабные изменения привносят в жизнь горожан определенные неудобства. За терпение и понимание этих вопросов Александр Рогачук поблагодарил Брещан особенно. По городу Бресту, вы, наверное, видите, идет большая работа по стройкам. Это такой текущий серьезный момент. Весь город перекопан, перерыт, создаются объективные неудобства. Я благодарен вам за понимание того, что невозможно сделать ремонт в доме без определенного дискомфорта. Само празднование тысячелетия станет по-настоящему грандиозным действом. Нестандартный ход режиссера в Брещане оценят. Уверен председатель горосполкома. Суть такова, что хотят на набережной поставить такую понтонную большую сцену. Из воды сделать экран, который будет насосами подниматься. И вот на этом экране будет в трехмерном, в 3D изображении, будет дальнейший, как говорится, видеоряд. Вот как сзади меня сейчас был западный обход, так и там будет наше тысячелетие. Моя задача, чтобы максимальное количество людей, брещан, смогли участвовать в этих мероприятиях. Конечно, открытый разговор – возможность не только обсудить планы на будущее, узнать о перспективах развития и строительства. К сожалению, всегда есть острые болезненные темы, касающиеся как судьбы жителей отдельных переулков и домов, так и в целом города. Строительство аккумуляторного завода стало одним из центральных вопросов открытой дискуссии. Обращаясь к присутствующим, Александр Рогачук высказал мнение о том, что все вопросы должны решаться законным путем и призвал инициативную группу к конкретным шагам в этом направлении. Я считаю, что если у людей есть четкое понимание, что надо отставить свои права, а в ходе судебного рассмотрения будут приглашены эксперты, ученые, соответствующие другие службы, которые тогда-то и объясняют, является данной ситуацией производство литейным по факту или это просто игра слов. Это цивилизованная, хорошая, мировая практика отстаивания своих прав. На данный момент в суде партизанского района города Минска нет, но у нас еще есть время до 25 июня. Я считаю, что всю свою энергию надо направить на подачу грамотного аргументированного иска. И в этой ситуации надо проявлять и активность, и грамотность, это мировой опыт. Говоря о предприятиях города, в целом Александр Рогачук был предельно объективен в оценках их конкурентноспособности и рентабельности. В первую очередь горожан интересовала судьба так называемых отстающих, в частности БЭМЗа. Как-то утклюлись куда-то. Инвестора нет. Долго много, зарплата копеечная. Еле эту зарплату постоянно выплачивают. Как раз-то горы с полком, работают с дебиторами, тоже по закону ищем, где бы передолжить для БЭМЗа и так далее. Поэтому это большая проблема. Я в этой ситуации умею сказать, кроме того, что надо искать нового туда инвестора, искать нового туда человека с деньгами и делать какое-то производство экологическое. Разговор получился достаточно открытым и объективным. Были среди горожан как поддерживающие те направления, которые сегодня развиваются в городе благодаря инициативе вертикали власти, так и оппоненты. И это нормально, уверен градоначальник. Ведь именно так находится общее рациональное зерно в решении насущных вопросов. Наша задача после тысячелетия дальше развивать и строить город на основе консенсуса и взаимопонимания. Я вижу, что есть определенные попытки некоторых людей разжигать определенные эмоции на этих вопросах, но это абсолютно нормально. И более того, я с глубоким уважением отношусь к тем людям, которые открыто заявляют о своей позиции, в том числе и не согласен с действием местных органов власти. Решить все возникающие трудности одномоментно невозможно. Однако подобные открытые диалоги – это еще один шаг на пути формирования доверительных отношений между властью и народом. Я считаю, что руководство города Бреста максимально повернуло к интересам горожанам. Как бы кому это не нравилось, может быть даже присутствующим здесь в зале. Поэтому проблемы были, есть и будут. Решать мы их будем. А то, что приходится мелочей, нет. Вы понимаете, что для человека, у которого, извините, сосед стучит сверху по батареям, и он приходит ко мне на прием, для него эта проблема самая важная. Это тоже надо решать. В данный момент, то, что есть вот эти три блока вопросов, я говорю, что это один блок. Это просто наша жизнь. Жизнь и дети же наша. Поэтому все это абсолютно нормально.